В 90-х годах шведское государство тратило много денег за то, чтобы просветить россиянам, что такое Швеция, кто мы и так далее. Поэтому они платили стипендии многим преподавателям поездить в 10 городах из Мурманска до Киева. То есть Киев, Минск, Псков, Петербург, Москва, Новгород, Петрусоводск, Мурманс. Все эти города мы преподавали, шведский там. Программа состоялась с 1997-1996 года до 2006 года. Но в некоторых местах преподавание остается. Там русские, наши большие студенты сейчас преподают шведский там. Очень популярны свои девушки, которые хотят ездить на Запад. И многие ездили, многие сейчас остались. Мои студентки сейчас, некоторые из них здесь живут в Швеции. Приехали, учились, вышли замужем. А вас как направляли? Это получается вы учились сами и потом вам предлагали такую работу в Россию в СССР? Это еще союз был тогда? Нет, я учил русский в Швеции. Учил русский в университете. Поехал в Россию два года во Псков. Я преподавал два года. Это какой год был? В 1998 по 2000 году. А, 1998. Это уже Россия была? Да, да. Псков Россия, да. Самое начало России. Псков Новгород – первая часть России. К сожалению, у меня не было к востоку от Москвы. То есть, не был. Хочу ездить. В Москву? Да, в Москве был, но дальше не был. Ага, ага. Ну, в принципе, Россия очень интересная страна. В данный момент я исследователь, в смысле, я защищу скоро диссертацию по теме права и бизнес России. Я ее долги напишу, пишу мою диссертацию. Я делал соцвопрос в Питере и Кёнигсберге, то есть Калининград и в Пскове. 500 русских бизнесменов и бизнесменок на счет их отношения к праву и к бизнесу, и к всяким институтам, например, правовой институт, отношения к государству и так далее. И мы получили грант от Валдайский дискуссионный клуб. У нас группа Финка, профессор, и двое русских социологов из Питера. Мы сейчас пишем об инвестиционном климате Российской Федерации. Вот так вот. Сейчас вам готовлю кофе. Спасибо. Но до шведского климата еще далеко. Даже без соцопроса, я могу сказать. Очень далеко. Россия имеет свою особенность. Да, да, да. Она такая... Россию не понять, как бы... Умом Россию не понять, да? Да, так вот. Россия не имеет. Так и есть. Да, да. Такие дела, друзья. Пока все. Смотрите обзор того. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Как говорят все. Дураки.